Друзья, покупайте игры в нашем магазине ключей Steam на сайте steamcase.kickобзор.ру Последние новинки по самым низким ценам ждут вас. Акции, скидки и новейшие блокбастеры. Ссылка в описании. Здравствуйте, друзья, с вами КикОбзор. В мире технологий происходит уйма интересностей. И вот мы опять тут как тут, чтобы рассказать о самых важных и захватывающих. Поехали! Компания OneWeb планирует запустить сотни спутников, чтобы обеспечить удаленные территории планеты и интернетом. Планируют они уже больше трех месяцев, но теперь инициатива стала еще на шаг ближе к реализации. Традиционно спутники связи поднимают на высоту 35 тысяч километров, но компания OneWeb отличилась тем, что планирует запустить 720 микроспутников на низкую орбиту, а именно на высоту 1200 километров. За счет этого соединение будет более стабильным и быстрым. Космическая инфраструктура компании покроет сельские и удаленные зоны. Также проект обеспечит бесперебойную связь во время природных катаклизмов, что, нужно признать, немаловажная деталь. На данный момент компания получила в общей сложности 1 миллиард 700 миллионов инвестиций на развитие проекта. Мощности завода OneWeb позволяют выпускать по 15 микроспутников в день, и по планам производство на нем будет запущено в 2018 году, и уже в 2019 начнется создание спутниковой сети. Ну и вот на днях Федеральная комиссия по связи США выделила британской компании набор частот для раздачи интернета с микроспутников. Теперь на пути реализации проекта практически не осталось никаких преград. Напомним также, что аналогичный проект есть и у Илона Маска и его компании SpaceX, которая подала в правительство США заявку на разрешение отправить на орбиту Земли более 4000 спутников, которые обеспечат всех жителей планеты скоростным и доступным интернетом. В случае с Маском обязательно стоит заметить, что он говорил про жителей планеты Земля. У Марка Цукерберга также были планы на глобальную интернетизацию, поскольку ему, видимо, не хватает двух миллиардов в Фейсбуке. Но он заявил, что не будет продолжать реализацию планов вместе с компанией SpaceX, а сделает свой всемирный интернет, но не с помощью спутников, а беспилотников. Поживем и увидим, друзья, кто же выиграет эту немаловажную гонку. Напишите-ка в комментариях ваше мнение на этот счет, ну а мы продолжим. Европейская комиссия официально объявила о вынесении штрафа компании Google в размере около 2,5 миллиардов евро за нарушение антимонопольного законодательства ЕС. Компанию обвинили в злоупотреблении своим доминирующим положением на рынке поисковых интернет-систем с помощью нелегального предоставления преимуществ собственному сервису Google Shopping за счет искажения результатов поиска товаров. И поисковый гигант должен в течение трех месяцев прекратить нелегальные действия. В противном случае ему грозит штраф в размере до 5% от среднесуточного мирового оборота материнской компании Google – Alphabet Incorporated. Данному разбирательству скоро стукнет 7 лет. И именно так давно начали поступать десятки жалоб от американских и европейских конкурентов сервиса Google Shopping. В жалобах, в частности, говорилось, что Google сознательно искажал результаты интернет-поиска, занижая выдачу по проектам конкурентов и не показывая ее на первой странице поиска. А как нам известно, если вы хотите, чтобы что-то было потеряно навсегда, спрячьте это на второй странице поиска Google. Но хватит о плохих новостях, давайте сейчас перенесемся в Шанхай, где проходит всемирный мобильный конгресс, на котором компания Qualcomm наконец-то показала работающий прототип смартфона с ультразвуковым сканером отпечатков пальцев, который расположен под экраном девайса. Биометрический сканер первой применила компания Vivo, и именно на смартфоне производства Qualcomm хвасталась достижением. По заверениям представителей компании, сканер работает под водой, не боится грязной и вспотевшей кожи. По словам очевидцев же, сканер работает заметно медленнее привычных нам с вами аналогов, которые есть на большинстве современных смартфонов. Напомним, что в феврале Apple запатентовала инфракрасный биометрический сканер, который можно разместить за экраном смартфона. Однако ни о каких практических разработках в этой сфере до сих пор ничего не сообщалось. Хотя все инсайдерские утечки и слухи говорят об обратном, а именно о том, что сканер отпечатка пальца будет именно под экраном юбилейного iPhone. Но будем честны, даже если Vivo и будет первым аппаратом с такой функцией, купертиновцам это не очень повредит, поскольку китайский гигант Vivo только в самом Китае такой гигантский и важным конкурентом Apple на мировом рынке вообще не является. Яблочному телефону может помешать только расположение сканера на задней панели, и это неоднозначное расположение камеры. И естественно, все это в том случае, если все утечки, которые мы видели на сегодняшний день, верны. Ждать до сентября осталось не так уж и долго, скоро все узнаем. Ну а на сегодня это все. Спасибо за подписку и лайки. Не забывайте про голосование в нашей группе ВКонтакте. Мы там, между прочим, выбираем следующего главного героя нашей рубрики «Насколько велик». До встречи, друзья!